Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет анимационного боевика 2016 года «Плохой кот». Зубастый и кот Шера тужится на унитазе с сигаретой в зубах. В дверь настойчиво стучит хозяин питомца Тангуч, но кот не обращает на это никакого внимания. Из-за отсутствия туалетной бумаги он вытирает зад хозяйским полотенцем и не спеша покидает помещение. Шера выходит за дверь на большую террасу, где его ждут друзья – крыса Ризо и помойная чайка Равка. Кот велит товарищам добыть на ужин бутылку алкоголя, пока он сам сообразит закусон. Друзья улетают на поиски выпивки, а Шера собирается поспать. Но хозяин как раз в этот момент решает поиграть на виланчеле и перебивает питомцу весь сон. К тому же снизу до Шера отчаянно пытается докричаться его приятель Джимми. Джимми делится, что он присмотрел в доме неподалёку симпатичную самочку, и двое решают наведаться в гости красотки и зажать её в уголке. Добравшись до дома, самочки двое видят, что с кошкой играет хозяин Дениз, который души не чает в своём питомце. Когда хозяин выходит за порог, котяры нагло пролазят в окно и начинают подкатывать к самочке. Домашняя кошка сильно пугается и от страха запрыгивает на вентилятор под потолком. Кошку швыряет из стороны в сторону, после чего она падает на пол, и её убивает разряд тока, отрухнувший сверху настольной лампы. В этот момент Дениз возвращается домой за забытым мобильником. Хозяин приходит в бешенство, увидев тело питомца. Сразу понимает, что в её смерти виновны два проникших в квартиру грязных кошака и метким броском попадает ножницами прямо в сердце Джимми. Кот мгновенно погибает, а Шера решает отомстить за товарища и налетает на человека. В результате отчаянной борьбы двое вылетают из окна. Шера мягко приземляется на четыре лапы, а Денизу везёт куда меньше. От удара его череп разлетается на две части, а мозги вытекают прямо на асфальт, после чего мужчину забирают в морг. Равка и Ризу обнаруживают в одной из квартир бутылку алкоголя, и шустрая крыса пытается стащить её. К сожалению, воришку замечает человек. Мужчина пытается спасти своё добро и прогнать наглого грызуна, который падает из окна, но вовремя подоспевший Равка спасает его. Маленький и беззащитный котёнок Таджетин после долгих поисков наконец встречает своего отца Шера. Однако взрослый кот отказывается признавать в подростке своего сына и велит ему проваливать. Шер, возвращаясь на террасу, замечает в квартире владелицы дома тётушки Хосены несколько аппетитных рыбин и крадёт их прямо перед носом у ошарашенной старушки. Шера приносит добычу друзьям, которые вернулись с пустыми руками. Кот идёт к Тангучу, чтобы выпросить у него бутылку водки, и в этот момент на террасе появляется Таджетин. Котёнок быстро находит общий язык с крысой и чайкой. В квартиру к Шера заходит разгневанная Хосена и жалуется на кота-воришку. В гневе хозяин прогоняет питомца из дома, после чего заколачивает все двери и окна, чтобы он никогда не вернулся обратно. Расстроенный Шера, увидев навязчивого сыночка на террасе, грозно кричит, что он никакой ему не отец. Шера слышит громкий лай внизу и замечает двух здоровенных псов, которые преследуют маленькую симпатичную кошечку. Котяра приходит на помощь самке, жестоко избивает собак и предлагает кошечке немедленно уединиться. Кошка говорит, что её зовут Мускат, благодарит настойчивого кавалера за спасение и предлагает устроить свидание сегодня вечером. В этот момент в морге патологоанатомам каким-то чудом удается вернуть Дениза к жизни разрядом электричества, хотя теперь он гораздо больше похож на безумного зомби, чем на человека, единственная цель которого – отомстить Шера за смерть питомца. Шеру хочет прийти на свидание с подарком и просит тушами стана старика-торговца из их дома одолжить ему что-нибудь вкусненького. Старик отказывает, так как котяра уже по уши в долгах, и советует ему раздобыть цветов. Шеру, недолго думая, разбивает витрину мясного магазина и вытаскивает несколько роз, воткнутых в говяжьи туши. Маленький таджетин бродит по городу в поисках еды и выпрашивает лакомый кусочек у молодой пары. Котёнок слышит разговор двух псов, которые мечтают отомстить побившему их Шеру, и решает проследить за ними. Денис угоняет машину скорой помощи, после чего замечает на дороге таджетина, принимает его за Шера и пытается раздавить, но котёнок успевает увернуться. В ярости зомби налетает на собак, которые тут же рассказывают о своей встрече с Шеру. Шеру с нетерпением ждёт свидание с красоткой Мускат, которая вскоре появляется и начинает флиртовать с ухажёром. Однако самка не оценивает букет от кавалера, который пахнет какашками. Неожиданно появляются два злобных пса и зомби. Они вырубают и связывают влюблённых. Денис собирается убить парочку разрядом электричества. К счастью, в этот момент появляется таджетин и ловко разрезает верёвки на теле Шера. Взбешённый кот играючи одолевает Дениса и, сильно ударив газовым баллоном, отправляет его в мусорку на земле. Обе собаки летят следом за бедолагой. Двое рабочих опрокидывают содержимое контейнера в мусоровоз, но зомби не собирается так просто сдаваться. Несмотря на то, что таджетин спас взрослых, Шера отказывается признавать его своим сыном. В отчаянии котёнок собирается уйти, на прощание сказав, что его мама Мимоза погибла под колёсами машины. Шера вспоминает симпатичную самочку, а Мускат помогает отцу и сыну установить взаимопонимание и сблизиться. Вот только ушлый папаша решает использовать сыночка в своих целях и отправляет его к Шимистану, чтобы тот, сжалившись над котёнком, дал им немного воды и выпивки. Торговец уже готов поделиться своими припасами, когда внезапно появляется Дениз и хватает таджетина. Котёнок пытается сопротивляться, а Шера бросается за ними в погоню, но ему сложно поспеть за мусоровозом. Тогда котяра убеждает доставщика пиццы подбросить его и ловко перепрыгивает на грузовик. Коты вступают в ужесточённую схватку с зомби. В результате мусоровоз вылетает с набережной прямо в реку, а Шера в последний момент удается спасти сына, выбросив его на землю. Дениз пытается затащить Шера на глубину, но коту удается засунуть бутылку в пасть зомби и выбраться на поверхность. Отец с сыном заставляют доставщика пиццы довезти их с комфортом до дома. В это время тётушка Хосена выгоняет мускат с крыши и решает навсегда избавиться от наглого котяры, оградив террасу колючей проволокой. Спасатели используют кран, чтобы достать остывшее тело Дениза из воды. Неуклюжий крановщик случайно задевает провода и разряд тока снова оживляет одержимого местью зомби. Равка и Ризу продолжают летать по городу в поисках выпивки. Они замечают бутылку алкоголя в одном из ресторанов, и крыса пытается украсть её. Равка в это время встречает своего старого приятеля и чуть не забывает про кореша, который пошёл на опасное дело. Повар замечает Ризу и пытается избавиться от грызуна, охотясь за ним с метлой. Крыса в очередной раз чуть не лишается жизни, но, к счастью, крылатый товарищ вовремя успевает вернуться. Когда Шера учит сына премудростям жизни на крыше одного из домов, Равка и Риза возвращаются к ним с пустыми руками. Кот сильно расстроен. Однако Риза понимает, что все их проблемы в отсутствии денег, после чего четверо друзей решают грабануть банк. Добравшись до ближайшего банка, Равка остаётся на стрёме, а Ризу проникает внутрь через грязную канализацию, едва не задохнувшись в процессе. Трусливый охранник, испугавшись появившейся крысы, поскальзывается, падает и теряет сознание. Риза открывает друзьям двери, и втроём они быстро добираются до хранилища. Сообразительный котёнок подбирает кот от замка, и ребята понимают, что счастье оказалось прямо в их руках. Грабители набивают полные сумки денег и двигают к выходу. В этот момент Денис, которого задержали копы, слышит из полицейской рации срочное сообщение об ограблении банка бандой котов, и устремляется туда, сразу сообразив, что это дело рук Шера и его сыночка. Безответственный Иравка закуривает косячок и на расслабоне совершенно забывает про друзей внизу. Копы замечают грабителей и бросаются за ними в погоню. Отец с сыном уходят от полиции, но их настигает разъярённый зомби. Шера в очередной раз разбирается с Денисом, который всё-таки успевает выстрелить в кота, а мужественный Теджетин прикрывает папу своим телом. Опустошённый и утратой Шера выбрасывает все деньги с крыши на радость собравшейся внизу толпе людей. А сам обречённо бредёт с телом сына по дороге. В этот момент появляется Тангучи, быстро устанавливает, что сердце котёнка всё ещё бьётся. Все ветеринарные клиники оказываются закрыты, поэтому ребята спешат домой, где Шера с помощью острых когтей удается вытащить пулю с тела сына. Следом появляются Равка и Ризо и сильно огорчаются, узнав, что Шера выбросил весь их куш. Хитрая чайка раскрывает, что ему удалось стащить пачку купюр, однако тут же появляется Хосена и забирает все деньги за оплату аренды квартиры и за украденную рыбу, оставив ребятам лишь одну купюру. Этой купюры парням как раз хватает на то, чтобы устроить праздничный ужин на террасе. Только Шера грустит по пропавшей в неизвестном направлении мускат. Неожиданно появляется Денис рядом со связанной мускат, в окружении множества газовых баллонов. Зомби собирается взорвать пленницу и бросает в неё зажигалку, но Шера удается спасти положение и напасть на неубиваемого врага. Кот ожесточенно избивает навязчивого зомби, а Тангуч приходит на помощь своему питомцу и мощным ударом отправляет Дениса в мусорный контейнер. Газовые баллоны летят за ним следом, Шера бросает в контейнер зажигалку и мощный взрыв разрывает зомби на множество кусков. Все празднуют победу, а Шера и мускат уединяются, чтобы настрогать кучу маленьких котят. Как вам мультфильм «Плохой кот»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok